Так сейчас выглядит территория Красноярской нефтебазы, где когда-то стояли огромные топливные резервуары. Их остатки убирает эскаватор. Повсюду предостерегающие надписи и сигнальные ленты. Снос, по сути, завершен. Сейчас территория бывшей нефтебазы больше напоминает такой закрытый промышленный городок со своими довольно жуткими локациями. Но на самом деле, посмотрите, это просто огромнейшая территория. Здесь поместилось бы 54 футбольных поля. И в будущем ее можно будет застроить под целый жилой комплекс на живописном берегу Енисея. База проработала почти 90 лет. Ее закрыли зимой. Два года назад решение ускорило большой пожар, который был здесь в 2012 году. Такой объект стал небезопасен для окружающих домов. Теперь горючее и другие нефтепродукты хранят в Назарово и Заозерном. А здесь, в Красноярске, сравняли с землей 44 резервуара. Чтобы в Енисей не попало топливо, страхуются вот такими боновыми заграждениями. На сегодняшний день бывшая площадка Красноярской нефтебазы не относится к объектам повышенной опасности. Ну и, собственно, рисков каких-то связанных с хранением нефтепродуктов в себе не несет. Работниками нефтебазы ежедневно делается видеозапись, краткая, с комментарием о том, что пятен в акватории не зафиксированы. Сегодня территорию бывшей нефтебазы проинспектировал заместитель председателя краевого правительства Николай Зуев. Он оценил масштаб уже проведенных демонтажных работ. Одним из главных вопросов остается, что сейчас с почвой. Необходимо определить, насколько она загрязнена, а потребуется ли рекультивация, покажет предстоящая экспертиза. Что касается экологии, я могу сказать, что исследование, которое было проведено коллегами из Сибирского федерального университета, в марте-апреле не подтвердило наличие каких-либо линз, о которых раньше говорили, на территории данного участка. Есть определенные замечания, проблемы по загрязненному грунту. И поэтому мы наблюдаем за этой ситуацией, держим ее на контроле. Подрядчика, который проведет дополнительные исследования и разработает документацию на рекультивацию земельного участка, уже нашли. Да и строительство на этой земле не за горами. Эксперты считают, что возводить многоэтажки можно будет уже через несколько лет. И спрос на жилье здесь явно будет. Ведь вид на Енисей очень красивый. Мария Зрокина, Иван Дорофеев, Енисей. Новости.